За три дня трое погибших на дорогах Владимирской области. Драматизма придает тот факт, что в дорожно-транспортных происшествиях фигурируют грузовики. В Визняковском районе водитель БМВ протаранил большегруз Вольво, ехавший впереди. Водитель легковушки погиб. По предварительным данным, случившимся виноват он сам. Не соблюдал дистанцию. Самым же аварийным конец минувшей недели выдался в Ковровском районе. Там произошло четыре столкновения. В том числе самое массовое. Водитель грузового МАНа въехал сразу в три машины, стоящие на проезжей части. Ауди А6, Форд Фокус и Вольво. В результате этого происшествия серьезные травмы получили пассажиры, которые находились в автомашине Форд Фокус. Двое несовершеннолетних детей 2011-2012 года рождения, а также их мать 80-го года рождения. Все они госпитализированы. В выходные в Александровском районе также произошла авария с участием грузовика. На 102-м километре автодороги М8 водитель Фиат Дуката, молодой человек 94-го года рождения, работавший водителем в Ярославском зоопарке, влетел под колеса Камаза, который шел в попутном направлении. От полученных травм парень скончался в ЦРБ. Не обошлось без трагедии и на нашей М7. В Петушинском районе вылетела в кювет и врезалась в дерево Мазда. Причина аварии – несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям. Водитель каких-то телесных повреждений не получил, а его пассажир, действительно получив травмы, скончался на месте происшествия. В отношении водителя был составлен административный материал употребления спиртных напитков после дорожно-транспортного происшествия. Всего же с пятницы по началу этой недели в области произошло 15 аварий. Сотрудниками ГАИ выявлено 86 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшиеся пройти метасвидетельствование.